Привет, Ютуб, и это было видео с моим сыном Марком. Не подумайте, что сейчас будет акт семейного самолюбования, нет. Просто решила пересмотреть, ведь хороший получился видос. Дети, они, знаете, как котики, нравится всем. Я подумала, а может и Марку открыть свой отдельный канал на Ютубчике и проложить ему путь к успеху уже с горшка. А потом решила посмотреть детский контент. О боже, и это смотрят наши дети на Ютубе. В этом снимаются и чужие дети, и на этом родители наваривают. Внимание, миллионы. Но вопрос, стоит ли оно того, и что ждет всех этих детей? Сейчас расскажем. Ставьте лайк, если тебя тоже волнует эта тема. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а мы не будем затягивать, и поехали. Итак, предлагаю поставить себя на место ребенка, который оказался один на один с Ютубом и его бессмысленными и беспощадными рекомендациями. Вот вы включили своему ребенку Машу и Медведя, а сами пошли заниматься своими важными хозяйственными вопросами. И все было хорошо, вплоть до того момента, как Маша и Медведь закончились. И ребенок начал жмакать все подряд. И что же он может посмотреть в рамках детского контента? Ну, чудесное развивающее видео, которое научит его говорить с легким акцентом. Привет, меня зовут Насик. Давай с тобой поиграем. Показывай место со мной. Здесь и задорные детские песни про попы, подсмаченные звуки газоиспусканий. Классика. Мой тоже тащится от трактора, но от более цензурной версии. Хотя признаюсь, что и про попы он невольно слыхал. Марк. Марк. И вот пишут. Нужно проще относиться к текстам. Детям нравится, и это самое главное. Вы согласны? Так, окей, что же у нас еще есть? Вот, пожалуйста, поучительная кукольная офтальмология с легким уклоном Стивена Кинга. А здесь бессмысленная цветовая наркомания под прикрытием развивающей песни. Вот он я, вот он я, как дела? Это я, это я, как дела? Это я, это я, как дела? И вот такие у нас все видео. Ну, вы поняли. Ну, или вот вариант уже без песен, потому что, как говорится, в жопу песня. У знаменитого Скибиди вон 150 миллионов просмотров, а у этого чуда 250. Видео с пожиранием всякого фастфудного шлака. Давимся, но едим. А не слипнется, если все пробовать? Вот у Кати. Есть такая малышка. Есть чуть побольше. Давай растянем. А у Макса настоящая вот такая. Ну, и, конечно, по классике распаковки игрушек всех категорий, которые вызывают у любого ребенка стойкое «дай хочу» и истерику. Сегодня с Катей мы открываем огромный киндер-сюрприз. Я бы сказал бы, супер-киндер. Сегодня мы открываем разные сюрпризы. Просто представьте, как эти рекламные видео влияют на детей. Они повально хотят эти игрушки, получают их и забрасывают под диван, потому что они им интересны даже меньше, чем сам коробок от этих игрушек. А вот, пожалуйста, видео, где девочка явно дает понять, что истерика все решает. Стоит только привет, и все вокруг исполняет твои желания. И вы мне сейчас скажете, Катя, это же детский контент, это нормально, он не должен быть серьезным и сложным. Но, ребята, в то же время детский контент не должен быть тупым и примитивным. Он должен развивать, а не зомбировать или запускать процесс деградации. Такой детский контент выдает халтуру взрослых, и одно единственное их желание – навариться. И вы спросите, как это сделать? Объясню, вдруг вам пригодится. Итак, есть следующие пути. Если у тебя нет детей, то добро пожаловать в обзоры детских игрушек. В процессе ты можешь в них играть, разговаривать как заторможенный, ну или вести себя адекватно, тут, как говорится, на выбор. Привет! Давай поиграем вместе в новую игрушку. Но помни, что всегда лучше, чтобы в кадре был ребенок. Вот, например, предприимчивая обозревательница кукольных домиков просекла эту фишку и теперь радует нас своим малышом. Слоненка нам посоветовали назвать Бонни. Это Боня. Грудной младенец – звезда. Как вам такое? Просто вне конкуренции. Как говорится, дорогу молодым. Все прекрасно знают, что детский контент – самый прибыльный и самый популярный. Туда лезут все, ведь пилить видео для детей – это так просто. Взял, не знаю, что-то там, налепил яркое и под музычку, и тьфу, готово. Самые крупные детские каналы набирают сотни миллионов просмотров. Подписчики на топовых русских каналах исчисляются миллионами. Вот, пожалуйста, Мисс Кэти – 12 миллионов. Лайк Настя и Мистер Макс – 11 миллионов. Я Алиса – 7,5 миллионов. Внимание, и это только начало списка. И знаете, что самое ужасное я там заметила? Чем старше канал, тем отрешеннее взгляд у ребенка. Дети с пустыми глазами смотрят на эти игрушки, которые их уже абсолютно никак не удивляют, потому что они тонут в этом изобилии. Самые большие машины, дома, игрушки, гаджеты, развлечения – все, все это у них есть. Знаете, сколько миллионов просмотров способен набрать ребенок? На канале Kids Диана Шоу есть ролик, набравший 309 миллионов просмотров. Только вдумайтесь. Там детишки просто катаются на игрушечной машинке. Вот так. Запоминайте формулу денежного успеха. Если взять и отмотать все видео на канале к началу ленты, то можно проследить, как поднималось благосостояние родителей. Все начинается в каком-то скромном российском дворике, но потом все меняется, и мы видим съемки с другого континента. Неудивительно, что некоторые детские каналы попали в список Forbes. Вот, например, этот парнишка зарабатывает 11 миллионов долларов в год. Просто играет в игрушки и уже может позволить себе личный самолет. Ну что, задумались о рождении детей? Тебя несложно понять, мы начинающие бизнесмены. Давайте узнаем, сколько зарабатывает знаменитый детский канал Мистер Макс. Ну так, примерно. Ну, на первое время хватит, не пропадет пацан. А сколько Дианочка получает? Да уж, Макс на ее фоне просто нищеброд. Но к чему катится любой коммерческий проект? Конечно, к жажде наживы любыми путями. И то, что инструмент заработка, бесправные дети, абсолютно никого не волнует. И вот, наконец, случилось так, что родители капитально перегнули. Кто-то из вас помнит, кто-то нет, но апогеем идиотии детского контента стал конец 2017 года. Да-да, сейчас все гораздо лучше, поверьте. Так вот, в 2017 году из-за обилия жалоб на ужасные детские видео, Ютуб озаботился своим имиджем. А его подорвал аморальный детский канал, который вышел на второе место по количеству просмотров. И назывался он Влад Крэйзи Шоу. Контент там, мягко говоря, был ужасный. Дети травились фастфудом, а мать устраивала пранки с поеданием шоколадных фекалий. Давайте вспомним лучше. Дай я посмотрю, это все про какашки. Мама, какаш! И вот началась волна закрытия детских каналов. Под раздачу попали такие гиганты, как Алена Китс, Фрик Фэмили Ти Ви, Мистер Тиша, Леди Диана и многие другие. Да, возможно, они вам ни о чем не говорят, просто знайте, что там тоже было предостаточно отпетых дегенератов. Меня теперь аж подташнивает. Но досталось и тем, кто сейчас висит в топчике. Ютуб поудалял у них видео с тупой обжираловкой и всякой дрянью. Но не волнуйтесь, любимую пропаганду ожирения все равно можно найти на других каналах. Американцев это тоже коснулось. Там забанили всех тех, чьи дети блевали на камеру или принимали пердеж в лицо. Это жесть. И, наконец, люди бесновались от счастья. Теперь эти сволочи пойдут побираться, они получили по заслугам. Угу, как бы не так. Канал Влад Крэйзи Шоу жив. Только вот переименовался на Влад Энди Никита и переехал за рубеж. И, внимание, даже набрал на 3 миллиона подписчиков больше, чем раньше. Мать заговорила на английском и кардинально сменила контент на божеский. И закрыла комментарии, что правильно. Даже ей самой, наверное, захочется забыть, как она в прошлом облизывала шоколад с памперсов. Не стану говорить, что ее незаконные видео до сих пор гуляют по ютюбам. А в описании под ее новыми роликами можно найти ссылку на отдельный сайт со старыми выпусками, где дети лопают фастфуд. Только вот российские законы не дали мне его посмотреть. Или же давайте вспомним канал Тише. Вот что они снимали раньше. Ну что, доигрался, братан? А вот что теперь. Положи планшет лучше. Давай так, как папа сказал. Пойдем, зубы почистим, зарядку сделаем. Потом полетим, потом возьмешь, Тише. Пошли. И знаете, я подумала. Ура! Пропаганда здорового образа жизни. Учат светлому и доброму. Но нет. В конце все равно вылезла идиотия. Мам, смотри. Стой, тише. Тише, ты что сделал? И знаете, видно. Прямо видно, как они из кожи вон лезут, так хотят пилить правильный контент, законный. Но, увы, в придурь все равно уносят. Как говорится, бывших не бывает. А вспомните, как им раньше было роскошно. Мне не принципиально, да, там, Лексус или БМВ или Талюта. Мне важно, чтобы была машина белая, новая модель и чтобы была панорамная крыша. Сейчас еще лучше. Просто на камеру приходится быть чуть скромнее. Зато на примере старшего сына мы видим, как подрастает будущая звезда. Парень уже просто чистейший рекламный продукт. У него уже есть свой канал, зачатки к монтажу. Ну что ж, вырастили тепличного блогера. Кстати, учусь монтировать и первые видео на нашем блоговом канале отмонтировал я. Так что смотрите. Да, сейчас вы подумаете, что я полностью против всего этого, что этот контент исключительно жестокий и раньше такого не было. Ну да ладно. Нам частенько с экранов выдавали жестокие картинки и жуткие сюжеты. Но за это хотя бы несли ответственность. Ну, я надеюсь. Эти работы проходили хоть какую-то цензуру. А на ютюбе политика была слишком мягкой. Но давайте посмотрим с другой стороны. Может, дети любят сниматься? Да, с трудом можно представить, как активный ребенок может подолгу сидеть в кадре и что-то там изображать. Говорить все эти заготовленные фразы. Хотя, вот детям-актерам это прекрасно удается. Может, и эти дети такие же? Посмотрите сейчас, как выглядят детские съемки. Ну, плюс-минус, конечно. Прыгай! Опа! Какая молодец! Молодец! Накалинись! Накалинись! Она не холодная ночью. Конечно, родители обеспечивают им финансовое стабильное будущее. Другой вопрос. Какими методами? Будет ли ребенку в сознательном возрасте стыдно за себя и своих маму и папу? Как воспримут его сверстники? Как он будет реагировать на этот мир, когда у него уже все было? Типичное развитие жизни звездных детей, которые перенасытились деньгами, это погоня за более острыми ощущениями. И вы спросите, где их найти? В алкоголе и наркотиках. Да, согласна, не все идут по пути Макале и Калкина. Есть куча и других положительных примеров. Но блогер и актер немного разные понятия. Актерство это роли, какие бы они ни были, плохие, хорошие. Все понимают, что это игра. А в своем бложике на ютюбе люди вываливают свою жизнь со всеми потрохами. И знаете, некоторые настолько откровенны, что готовы рассказать все. Снимаем это видео, потому что у нас произошло горе. В общем, не просто так. Не было постов в инстаграм, фотографий, которые я выставляла каждую неделю. Соответственно, родители просто-напросто делают жизнь своих детей публичной, показывая ее так, как хотели бы видеть сами. Но со своей кривой колокольни. И есть ли у них на это право? Как вы думаете? И вот сейчас, получив всю эту кучу информации, мы закономерно задаемся вопросом. Нужно ли ограждать наших детей от ютюба, интернета, отбирать в них планшеты, телефоны? Нет. Вы не можете это сделать. Это просто невозможно. Максимум, что в ваших силах, это фильтровать контент и выстраивать с ребенком доверительные отношения. Гаджеты это неотъемлемая часть жизни современного ребенка. Дети двухтысячных просто рождены с умением жмакать что-то в смартфоне. Например, дочь моей подруги не может писать ручкой, но отлично печатает. Учительница сделала ей замечание по этому поводу, а в ответ девочка загуглила, обязательно ли уметь писать. Прочитала и ответила учительнице. Гугл сказал, что писать рукой это прошлый век. Понятно вам, Марья Ивановна? Я тоже ничего не понимаю. Спасибо и доброй ночи. Такое поколение называют айджем. Это дети, которые живут в телефоне, они не стремятся выйти погулять, а если выходят из дома, то собираются в кружок, чтобы посидеть в телефонах, ну или на худой конец пофоткать друг друга в инстаграм. Ну и на этот случай есть селфи-палка. Предупредите тех, кого вы любите, об опасности селфи-палок. Они вяло учатся, не хотят работать, водить машину, заводить отношения. У них беда социализации. И при очевидном избытке онлайн-общения, к сожалению, эти дети остаются бесконечно одинокими. И знаете, даже я чувствую это на себе. Заметьте, когда в выходной день вы вышли с друзьями в кафе, то такой выходной считается более продуктивным, чем тот, что был проведен в компьютере. Тот и оно. И все, что мы можем сделать для своих детей, это перетянуть их внимание на себя и на общий семейный досуг. Подтолкнуть их к каким-то хобби, увлечениям, бассейны, кружки, спортивные секции, уроки музыки и многое другое. Все, что позволит хоть ненадолго вырваться из сети. И да, это будет непросто, потому что это новое время и новые правила. Смиритесь с этим. Подведу итоги лично для себя. Стоит ли заводить ребенку канал? Я считаю, что он сам должен решить. Пусть подрастет, и если блогинг действительно станет его увлечением, за которое он будет сам ответственен, то, пожалуйста, я его в этом поддержу. Но если вы хотите только зарабатывать на детском контенте, то лучше уж сами возьмитесь обозревать игрушки. И также не советую вам лезть в кустарную развивающую мультипликацию без должного образования. Неизвестно, чью психику вы разрушите. Но это лишь мой совет и мое мнение. У каждого свои моральные принципы. Спасибо огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok